Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников-скульпторов и их автобиографии. Николай Кусту. Французский скульптор эпохи барокко, старший брат скульптора Гиома Кусту, дядя скульптора Гиома Кусту-младшего. Родился в Лионе 9 января 1658 года. Был сыном резчика по дереву Франсуа Кусту и Клодин Куазео, сестры известного скульптора Антуана Куазео. Первые уроки получил у отца в 1676 году. Когда ему было 18, он переехал в Париж, чтобы учиться у Антуана Куазео, который руководил недавно созданной Королевской академией живописи и скульптуры. В возрасте 23 лет в 1682 году Кусту получил римскую премию, которая дала ему право на 4 года обучения во Французской академии в Риме. После 5 лет обучения и копирования античной скульптуры, как того требовала академическая программа, возвратившись в Париж, он приобрел себе большую известность произведениями, талантливыми по сочинению и мастерскими в техническом отношении, но не чуждыми театральности и аффектированной грацией, недостатков искусства того времени. Я цитирую данные, которые мне удалось найти в интернете. 29 августа 1693 года Николай Кусту был прилет в академию за представленный мраморный барельеф под названием «Бог и здоровье», показывающий бюст Людовика XIV Франции. 18 сентября 1690 года художник женился на Аньес Сюзанне Уасс, дочери французского живописца Рене Антуана Уасса. Николай Кусту выполнял множество заказов, участвовал в королевских проектах по строительству Версальского дворца, Дома инвалидов в Париже и сооружении Марли-де-Руа, помогая Куазео. Часто сотрудничал со своим братом Геомом Кусту, также известным скульптором и директором академии. Поэтому не всегда возможно точно оплюбить вклад каждого художника в совместный проект. 24 июля 1702 года Николай Кусту стал профессором академии, 26 октября 1720 года ректором, а 10 января 1733 года в год своей смерти канцлером академии. Николай Кусту окончался в Париже в 1733 году в возрасте 75 лет. Вот так вкратце из данных, которые мне удалось найти в интернете, о французском скульпторе эпохи барокко Николай Кусту. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.